На сегодняшний день существенной проблемой для пациентов в Кыргызстане является недоступность палеоактивной помощи, целью которой является предотвращение и облегчение страданий неизлечимых пациентов. Более 80% онкобольных на последней стадии заболевания испытывают нетерпимую боль из-за неадекватного обезболивания. Расчеты показывают, что наша страна нуждается в 18 килограммах морфина, но мы сегодня потребляем всего лишь до менее чем полкило. Это говорит о том, что многие больные, большинство больных погибают от не обезболивания, что приравнивается к пыткам. На деньги, вырученные от продажи билетов на вечер, организаторы намерены закупить медикаменты для двух отделений – Национального центра онкологии и Ожского межобластного центра онкологии. Лекарство уже поступает, оно закупается с Украины, оно только зарегистрировано. Мы ожидаем, что в конце марта здесь будет, а у нас уже будут деньги для того, чтобы его закупать». Таблетированный морфин, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения в качестве золотого стандарта для лечения выраженной боли, был зарегистрирован в Кыргызстане в январе этого года. По данным Национального центра онкологии, два года назад диагноз «рак» был поставлен около 5000 больных. Из них умерло 2983. То есть почти 60% больных погибает уже в первый год после установления диагноза. По словам организаторов, благотворительный вечер является завершающим мероприятием месячника против рака, который стартовал 4 февраля. В течение месяца во всех центрах семейной медицины проводили Дни открытых дверей для ранней диагностики рака молочной железы и шейки матки. Население было информировано о факторах риска и защиты от этого заболевания.